Всем привет, с вами Дмитрий Реценко. Сегодня мы снова поговорим про целянскую защиту и разберем несколько интересных партий в данном дебюте, где допускались ошибки уже на первых ходах и как следствие, естественно, партия была в будущем проиграна. И начнем мы, пожалуй, с классики. Это партия Роберта Фишера против неизвестного в данном случае соперника. Ну и здесь он немного неаккуратно разыграл дебют, после чего получил довольно большие проблемы. Ну и что самое главное, что в определенный момент он просто именно уже допустил ошибку, а не неточность. И, естественно, что это привело к поражению, поскольку он играл все-таки против суперсильного шахматиста. Итак, Е4, С5, КНФ3, КНЦ6, Д4, СД, КНД4. Ну и могу сказать так, что если соперник хотел разыграть вариант дракона, либо ускоренный дракон, то ему нужно было начинать не с хода КНФ6, а скорее с хода Ж6. То есть я все-таки немножко знаю данный дебют и могу сказать, что, опять же, при варианте дракона Ж6 лучше играть прямо сейчас, но при ускоренном драконе, если быть более точным. И также Ж6 и далее, например, КНЦ3, СНЖ7, СНЕ3, КНФ6. То есть это гораздо более точный порядок годов, чем то, что было в партии. И теперь после СН4 у черных есть выбор, то есть можно сыграть просто короткая рокировка, после чего получается именно ускоренный дракон, который, в принципе, в ряде случаев может перейти и в обычный. Но можно сыграть Д6 сразу. То есть Д6 в данной позиции хода уже вполне нормальный. И, опять же, здесь тоже есть разные ходы за белых, но вот если они хотят играть максимально агрессивно, то они должны, видимо, все-таки настраиваться на югославскую атаку. То есть играйте в 3, допустим, короткая рокировка, ферзь Д2. И, конечно же, здесь белые уходят в длинную рокировку и пытаются поставить нам мат. Ну, черные тоже, конечно же, в свою очередь будут искать контургру на ферзевом фланге. Именно поэтому, если вы все-таки играете Ж6 в асицилианке, то все-таки важен порядок ходов. И вот здесь порядок ходов был не очень точным. То есть конь Ф6 последовала данной позиции, пока ход вполне нормальный. Ну и после конь Ц3, Д6 тоже вполне нормально. Только на ход слон С4 нужно было сыграть по-другому. И, наверное, ход Е6 здесь будет все-таки сильнейшим в данной позиции. Есть также еще ход Ферзь Б6, например. Но Ж6, то, что было в партии, это не очень точно. Потому что здесь белые успевают сыграть конь Ц6 и после БЦ пойти Е5. То есть то, чего они не успевали сделать в прошлом варианте, здесь это уже работает. Итак, Е5. Здесь, к слову, могу сказать, что можно проиграть партию в один ход. То есть вариант тоже нужно показать, я считаю. То есть ход ДЕ не работает. И, возможно, изначально на ход ДЕ рассчитывали черные. Но ДЕ, конечно же, проигрывает и за слон Ф7. Это очень несложная тактика. И после игроли в 7 Ферзь Д8, когда черные теряют Ферзя. Вот здесь как раз таки сказалось то, что слон на поле Ж7 у черных не стоит. И, соответственно, ладья не контролирует поле Д8. Итак, всего этого в партии не было. Черные не допустили такую грубую ошибку. И здесь сыграли правильно. По крайней мере, по идее они ушли конем. Но, с другой стороны, ушли они не совсем туда, куда нужно. То есть в данной позиции конем уходить все-таки черные обязаны. Но правильный ход это не конь Х5, а конь Ж4. После хода конь Ж4 у белых остается только небольшое позиционное преимущество. Но, тем не менее, позиция всего лишь с минимальным перевесом белых. То есть конь Ж4 и самый простой, и, наверное, самый сильный за белых это ЕД. И после ферзь Д6 тоже можно поменяться ферзями. Здесь есть много ходов у белых. Это и Х3, и слон Ф4, и рокировка. Ну, пускай будет слон Ф4. На самом деле, выбор довольно большой. Опять же, у белых есть минимальное преимущество. У них чуть получше структура, чуть лучше расположены фигуры. Но, в целом, понятно, что позиция здесь у черных вполне еще игровая. То есть, в целом, вариант вполне возможный за черных. То, что они делали до этого, это было еще приемлемо. Но вот ход конь Х5, это уже грубая и решающая ошибка. И так последовало конь Х5. Ну, и здесь, опять же таки, сказалось то, что конь на краю доски стоит плохо. Это известное правило, и в данной позиции, действительно, конь на краю доски, он расположен неудачно. И так, конь Х5, далее белые играют ферзь Ф3, и они нападают и на поле Ф7, и на поле Ц6. И защиты от всех угроз у черных просто нет. Ну, вот, например, если сделать ход, который первый приходит в голову, это ход Д5, то он тоже не работает, потому что белые играют конь Д5. После конь Д5, конечно, можно сыграть слон Е6, там черные без пешки и в худшие позиции. Но после ЦД белые играют, конечно же, слон Д5, и далее нападают, опять же, на Ф7, нападают на ладью А8. И здесь у черных уже очень большие проблемы. То есть, в принципе, уже, на самом деле, защиты у черных не было. Тут уже, как ни играя, белые побеждают при точной игре. Последовал ход Е6, и далее тоже все довольно просто. Е6, Ж4, конь Ж7, выбора нет, единственный ход для коня, и конь Е4. Опять же, простой сильный ход с массой идей. Это и конь Е6, и конь Д6, и ЕД, то есть, много угроз у белых, и от всех угроз защиты просто нет. Но здесь концовка мне тоже понравилась. На самом деле, во многом из-за концовки я тоже взял данную партию для данного видео. Так вот, последовало Ф5, С2, Ф5, то есть, кажется, что у черных здесь все очень даже неплохо. Но, тем не менее, слон С3, следует простой сильный ход, и оказывается, что неожиданный ферзь в самом центре доски на поле Е5 остался без хороших ходов. То есть, по сути, все ходы нельзя под бой. И, конечно же, в этой позиции белые побеждают. Вот такая вот красивая партия от Фишера, который наказал своего соперника за один неточный ход в дебюте. То есть, еще раз скажу, что вот ход конь Ж5 в данной позиции, это уже серьезная ошибка. Надо играть конь Ж4, после чего, в принципе, у черных все более-менее неплохо. Мы с вами идем дальше и разберем еще одну интересную партию. Это будет уже Гамбит Мора в исцелянской защите. Я данный дебют сам нередко играю за белых, он мне нравится. Конечно же, он хорош в основном в короткие контроли шахмат, в быстрой и блиц. Но, тем не менее, даже в классику тоже его вполне можно применять, особенно против соперников, которые не знают здесь теорию. Итак, И4, С5 данной партии, тоже, естественно, была исцелянка. Ну и после хода С5 последовал не ход конь Ф3, например, а Д4. То есть, Д4, С, Д и С3. То есть, перед нами Гамбит Мора, черные не обязаны бить пешку, тем не менее, ДС это хороший и сильный ход. И здесь очевидно, что конь С3, главный ход за белых в Тибории. Но, однако, последовал очень такой нестандартный ход, который, в принципе, конечно же, не самый сильный все-таки. Но, в то же время, он и довольно редкий. И за счет этого может поставить вашего соперника в тупик. Он может не понять, что тут происходит. Так вот, это ход С4. То есть, здесь белые играют в стиле северного Гамбита, где тоже они отдают очень много пешек. То есть, две пешки жертвуют белые. Но, с другой стороны, получают очень сильных слонов, которые давят на позицию черных. В принципе, черные вообще не обязаны были идти на осложнение. То есть, конечно же, ход С5 вполне нормальный. Это еще не ошибка. Но можно было сыграть, например, Е6. Если черные знают теорию в данном варианте, то, опять же, они не обязаны идти на поводу у белых. И могут все-таки заставить белых рано или поздно съесть эту пешку. То есть, допустим, конь Ф3. Опять же, черные не играют все еще ЦБ, хотя ход, повторюсь, что неплохой. А играют конь С6. То есть, опять же, белым нужно будет рано или поздно сыграть конь С3. Не видно ничего в ней данного хода. Ну и Д6. То есть, получается, стартная позиция лица целянки. Опять же, вместо Д6 тоже были и другие ходы. Допустим, А6 тоже был возможный ход. Конь Е7. Там конь на Ф6 даже можно сыграть с ЛНБ4. Ну, тем не менее, Д6 одно из самых сильных. И возникает одна из стандартных позиций в гамбите Мора уже классическом, где белые отдали одну пешку, а не две. Тем не менее, ЦБ. Естественно, за черных принципиальный ход данной позиции. Они съедают еще одну пешку. С ЛНБ2 белые обязаны уже играть. Иначе у них просто пройкано. Ну и далее. Опять же, у черных есть выбор. Д6 и Е6. Два главных хода. Последовал ход Д6. В принципе, ход пока вполне нормальный. Итак, Д6, конь Е3. Ну и вот в этой позиции, конечно же, черные обязаны были проявить аккуратность и осторожность. Все-таки у белых очень активная позиция. У них два стана уже вышли в бой. Конь вышел в бой. Ферзь всегда готов включиться. То есть, в принципе, очевидно, что переезд развития у белых довольно серьезный. И нужно будет этот фактор учитывать и сыграть Е6. Конечно же, ход Е6 подобной позиции просто обязательный для черных. Обязательно здесь нужно останавливаться четыре гранищики. И далее уже возможны различные варианты развития игры. Но в любом случае, ход Е6 для черных был по сути единственным хорошим. Все остальные ходы хуже. Но вот то, что точно не надо было делать, это ход Е5. Е5 это слишком активный ход. То есть, понятно, что когда у вас ни одна фигура не вышла, а у соперника вышло три фигуры, то подобные ходы они, скорее всего, просто будут проигрывать. И на самом деле, и так в партии случилось. То есть, Е5 это уже первая серьезная ошибка за черных. Итак, Е5 и последовала, конечно же, конь Е5. На самом деле, не сложная тактика. Странно, что черные доземнули. И здесь бить коня черным просто плохо. Но с другой стороны, если не бить коня, тогда возникает вопрос, что делать. Угрожает ход кони в 7 или в ряде вариантов слона в 7. Видимо, конь Е6 почти единственный ход, если не играть ДЕ. Но тогда, в принципе, белые могут даже просто вернуться кони в 3. То есть, теперь уже конь не висит. Но при этом белые отъели важную пешку по вертикали Е. И у черных остаются проблемы с развитием. То есть, слон особо не выходит, потому что слон Е7 будет слон Ж7 ход. И черным не так легко здесь уйти в короткую рокировку, в длинную рокировку уж тем более. И поэтому, опять же таки, позиция у черных очень-очень опасная. То есть, лишняя пешка у черных. Тем не менее, перевес, конечно же, здесь на стороне белых. Однако, опять же таки, все равно это лучше, чем то, что было в партии. Потому что в партии после хода ДЕ черные остались без ферзя. Итак, ДЕ и далее стандартный прием, который мы уже с вами разбирали очень много раз в подобных позициях. Он встречается в разных дебютах, не только в сицилянке. Но, в частности, и в данном дебюте он работает слон Ф7. То есть, отключение короля от защиты ферзя. Ну и после короли Е7 слона ТИ. То есть, все-таки мы нуждаем черных съесть слона. И сыграть короли Ф7. Этого в партии уже не было. Черные сдались. Ну, покажу этот вариант. Вариант несложный. То есть, король Ф7, ферзь Д8. У белых просто равнишней ферзи. Плюс остается сильная атака. И, опять же таки, у черных потрясает. Здесь много материала. В частности, оба слона. И, конечно же, позиция у черных здесь безнадежная. Так что, поэтому, тоже могу за белых такой вариант, в принципе, в качестве эксперимента вам предложить. По большому счету, вариант не совсем корректный. Такой полукорректный. Но, с другой стороны, в данной позиции, в принципе, у вас очень неплохая динамика. Если вы любите атаковать, любите играть в активные шахматы. Если вы, допустим, в Северный Гамбит тоже играете за белых. То подобный дебют вполне имеет право на жизнь. И вы можете его хотя бы иногда применять в игре. Особенно в короткие контроли. И закончить данное видео хотелось бы миниатюрой. В принципе, я миниатюры люблю, потому что они показывают, как в один ход можно проиграть абсолютно хорошую позицию. То есть, или равную, или с небольшим перевесом, или может чуть худшую. Но, тем не менее, вполне игровую. И вот здесь первые ходы отличные были как за белых, так и за черных. Это, в общем-то, одна из самых главных линий в теории и по сей день в Сицилианке. Вот, и черные избрали вариант Паульсона. В ряде вариантов возможен переход, допустим, в вариант Тайманова. И у белых здесь, по сути, миллион хороших ходов. То есть, тут можно сыграть и слон Е2, и слон Д3, и конь С3, например, и слон Е3. То есть, Ж3 можно сыграть С9, и слон Ж2. Как угодно практически можно пойти в этой позиции. Но, почти единственный ход, который проигрывает, и при этом не является подставкой фигуры, это ход слона Ф4. Ход, по-своему, конечно же, тоже логичный. Но, с другой стороны, как ни странно, после этого хода белые остаются без фигуры. Дело в том, что здесь следует красивая очень тактика. И, в принципе, тактика стандартная, которую нужно знать обязательно. В подобных позициях это ход Е5. То есть, это вилка, и понятно, что бить пешку нужно. Но, после слона Е5, ферзия 5, еще одна вилка. Только, в данном случае, уже защиты от потери фигуры у белых нет. То есть, на любой ход, ну, допустим, так, конь С3, Е3, это не имеет большого значения. Будет ферзия 5. И черные остаются с лишним слоном, и в дальнейшем побеждают. Так что, такая вот интересная дебютная ловушка. И самое интересное, что, опять же, действительно, подобным образом развивалось несколько партий. То есть, данная партия не единственная. И под подобную комбинацию белые поставлялись не один раз. Ну что ж, надеюсь, что вам понравилось данное видео. Всем тогда спасибо за внимание, и до встречи в новых видеороликах.